Добрый день, хочу рассказать свои впечатления от пользования услугами провайдера Алмател. Он же до этого как-то назывался то ли Искра, то цифра 1. В общем, несколько раз, видимо, их перепокупали. Подключился к ним еще в 2007 году, когда переехал в новый дом. Вот, ну, постепенно скорость возрастала, цена росла и, в общем, подключился, перешел на гигабитный тариф. Оказалось, что изначально прокладывали провода даже в доме, которые не поддерживали гигабитную скорость, то есть там число жил было маленьким. Пришлось всю проводку менять, но она была уже здесь под плинтусами и так далее. В общем, перешел на гигабитную сеть и, в принципе, был тариф 500 мегабит за 500 рублей в месяц. Реально он там мог выдавать до 700. Ну, вот, начался кризис, видимо, большая нагрузка, многие стали работать из дома. Поэтому последние месяцы стали наблюдаться такие кратковременные сбои в интернет-соединении. На несколько секунд все отключается, потом без всяких действий с моей стороны переподключается. Звоню в службу технической поддержки, они там узнают мой фамилия, имя, отчество, номер договора, потом переключают на службу технической поддержки и там заново спрашивают мой логин, пароль и контактные данные. То есть, по два раза нужно одно и то же называть. Ну, когда уже там пятый раз звонил, говорю, ну, вы можете, как бы, службу этой первой линии, да, я говорю, можете мне сразу на техническую поддержку переключать, я ему уже пятый раз звоню, причем одной и той же там практически девушке она меня уже выучила. Нет, говорит, мне все равно нужно ввести ваши данные. Вот, я не могу вас иначе переключить. Соответственно, они говорят, это проблемы на вашем оборудовании могут быть, поэтому отключите от вашего роутера, подключите напрямую к компьютеру. А у меня в это время рабочее время, я говорю, не могу сейчас так переключаться. Вот, поэтому мне пришлось срочно переключаться на другого провайдера. Вот, это был уже, по-моему, Ростелеком, он же онлайн. И там меня буквально за два дня подсоединили на тариф за 3090 рублей, скорость 100 мегабит. Вот, там еще был тариф 500, скорость, и за 540 рублей. Вот, но я посчитал, что это дороговато, вот, пока воспользовался таким тарифом. Вот, у меня все нормально подключило, там хоть, ну, помедленнее, чем в Алмателе, но зато стабильное соединение. Для меня это важно, потому что у меня совещание постоянное с коллегами, вот, и там, в том числе с гендиректором, и поэтому эти отключения, плюс еще какой, точнее, минус был в том, что меня все слышали с жуткой задержкой. Даже генеральный директор, говорит, шутил, говорит, что это у нас Василий, говорит, с Альфа-Центавры, что ли, к нам подсоединяется. Вот, ну, жуткая задержка 3-5 секунд при вот таких вот аудиоконференциях. То есть, работать очень сложно, некомфортно ни мне, ни моим коллегам. Поэтому пришлось, в общем, сменить мне провайдера. Вот, ну, в общем, в конечном счете, они говорят, ну, перезвоните нам в нерабочее время. Перезваниваю, соответственно, они в нерабочее время, якобы, их круглосуточная служба технической поддержки в ночь с 12 на 13 июня вообще не отвечала. Звоню 13 июня, видимо, какой-то несчастливый день, выдается сообщение на ответчике. И по вашему направлению обнаружены сбои, 6 часов срока исправления. Вот, ну, я думаю, ладно, фиг с вами. Активирую услугу блокировка доступа на 90 дней. Очень удобно. Вот, ну, потому что зачем я буду платить за интернет, который не работает. Вот, звоню им и говорю, ну, вот, подключил свой ноутбук напрямую к роутеру, напрямую к кабелю вашему без роутера. Тестируйте там, что вы хотели. Он говорит, а мы не можем протестировать, вы подключили услугу, то, что вы в отпуске. Зашибись вообще. Вот, такое качество. Никто никуда не хочет уходить, ничего проверять, где у них там что оборвалось, где у них что там не контактит, где у них там, что происходит с их оборудованием, проводами и так далее. Вот, поэтому, и все при этом предлагают еще скидки по 30% при оплате на год. Вот, зашибись, конечно. Вот, вот такой вот отвратительный сервис. Вот, скорость.